Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. При формировании своей рабочей коробки бюджетными, но уловистыми воблерами для лавли хищника, такого как щука, головль и окунь, я приобрел довольно-таки интересный крэнк от фирмы Косодака, модель Boxer XS45F. Имея в своем арсенале его младшего брата в размере 40 мм, был очень доволен его уловистостью. И задумал приобрести 45-ю модель. Длина данной модели 45 мм, вес 8,7 грамм, заглубление заявленное от 0,2 до 0,6 метров. Модель является плавающей, имеет довольно объемное тело, изготовление претензий не вызывает, покраска крючки все на уровне, воблер среднешумящий. Имеет активную игру. Очень часто использую данный крэнк на реке при рыбалке с плавом. Щуку воблер ловит исправно, разных размеров, как мелочь, так и вполне достойные экземпляры. Что же касается головля, то я все же думал, что такой карапуз все-таки как-то будет отсекать мелочь. Но, к моему удивлению, мелочь его очень любит и не пропускает. Хорошие экземпляры головля также охотно на него берут. Самого большого головля, которого я поймал на данный крэнк, был 1,4 кг. Но я так думаю, что все же надеюсь, данным размером я не ограничусь. В приловле довольно часто встречается окунь разных размеров, как мелкий, на удивление, кстати, так и довольно-таки неплохой. Что же касается проводки, то тут все просто, как со всеми классическими крэнками. Щука хорошо ловится на равномерную проводку, а также на проводку стоп-н-го. Еще неплохо подходит проводка с небольшими поддергиваниями приманки, паузами. По головлю все просто. Равномерная проводка с разной скоростью подмотки. Скорость подбирается, исходя из условий ловли и настроения головля. То есть, когда головль зачастую, как многие, наверное, видели, идет за приманкой, но не атакует ее, и остановка в этом случае не спасает, и следует ускорить скорость подмотки, и головль начинает атаковать приманку. То есть, в такие моменты стараемся приманку вести более как-то быстро. Но в заключении хотелось бы сказать, что крэнк за свою стоимостью очень уловистый, радовал меня не раз, как по щуке, так и по головлю, по реке. Для конкретно целенаправленной на окуне я данную приманку не использовал. Ну, всем советую к приобретению. Крэнк довольно-таки бюджетный, но очень уловистый. Все, всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok